Всем привет! У многих водителей возникает вопрос, почему двигатель у запорожца сзади? Запорожец, как и все советские автомобили, был скопирован. С незначительными изменениями. Прообразом для него стал NSU Prince 4, немецкий малолитражный автомобильчик, а немцы, в свою очередь, содрали его с Chevrolet Convair. Где же было еще ставить двигатель, если у немцев он был сзади? Переделывать всю конструкцию? Тогда какой смысл копировать? Исходя из всего этого, можно сделать очевидный вывод. Зачем менять и обновлять разработку, если и так все работает со старой конструкцией? Также при конструировании запорожца инженеры опирались на опыт конструкторов советских танков. Вместо того, чтобы перекидывать карданные валы, тем самым увеличивать вес запорожца, они поместили сам двигатель возле сцепления. Что касается проходимости, то благодаря особенностям заднемоторной компоновки, он обладает просто феноменальной проходимостью. Все вышесказанное, конечно, может быть ошибкой автора. Если у вас есть что рассказать о стареньком автомобиле, пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok